Теперь военные, а дальше блокпоста долго высовываться не будут. Пока нету смысла, может кому-то подарить или Сидоровичу продать. 17 гранат. Да забирайте патроны, не хочу я с собой таскать их. В общем, да, поставляем все лишнее. Очень хочется сбросить с себя лишний вес. Консервы забирать. Я еще успею наверняка этого добра набрать. Если что, вернусь, заберу. О, это совсем другое дело. Теперь мы будем налегке путешествовать. При необходимости вернемся. Ну, вот это давайте-ка заберем, потому что у меня есть воспоминания, что где-то оно нам пригождается. Бутылочки вроде бы кому-то надо и когда-то отнести. Давайте сейчас сделаем то, что положено. К сожалению, уже перестрелок крупных, насколько я вижу, нам не предстоит здесь на кордоне. Поэтому быстренько туда и обратно и закончим, я думаю, как раз переходом на свалку. Но перед этим основное задание. Как-то здесь ящики постоянно пополняются. Это тоже читерство. Самое натуральное, причем неинтересное читерство, которое крайне раздражает, кстати. Нет необходимости что-то искать, всегда ты можешь зайти-то заглянуть. Красиво вообще смотрится. Непцом. Наконец-то небо, наконец-то нету этой темноты бесконечной, которая сопровождает меня в своих похождениях. В моих похождениях, вернее. На чем я остановился по радиации. А, на производных нефти, насколько они вредны. Дело в том, что пластик, все такие подобные вещи, это все ведет к раку. По сути, есть такое понятие, как ДДТ. Это удобрение. Опять же, это химическое вещество, искусственно созданное человеком. И оно часто создается, эти все вообще искусственные вещества, удобрения, остальные вещи, они зачастую создаются на основе производных вот этого газа и нефти, потому что их очень много. Человечество пользуется активно, крайне этими вещами. И в результате пожинает печальные плоды. Это рак. Это то заболевание, с которым, как вы знаете, бороться крайне трудно. Нашли мы кейс. Ну, ох, овечка. Че, будешь тут сидеть, или мне тебя... Ну да ладно, пускай. Живи, живи. Ладно. А че с Халецким, кстати, будет? Мне интересно. Отдадут его назад или как? Че вообще с ним будет? Назад его вернут? Вряд ли. Держать будут или убьют его? Интересно. Что с ним произойдет? Я как-то не задавался этим вопросом раньше, но теперь... Кстати, туда надо заглянуть, за деревеньку. С этой деревенькой новичков все ясно, а вот там не совсем ясно, чем там ребята промышляют. Я по карте видел, что там сидят живые ребятята. И производные, производные рак. Рак, рак. Вы наверняка имеете каких-то своих знакомых, которые имеют другие знакомые. В общем, вы наверняка знаете человека, у которых был или есть рак. Прекрасно знаете, что это очень страшное заболевание. Это реально плохой приговор. К сожалению, особенно в наших странах, где ДДТ использовалось очень активно, этот приговор, он вынесен практически большинству людей, которым уже за 60 лет. Раковое заболевание у пожилого поколения, особенно у мужчин, это просто-напросто эпидемия. Спасибо, наемник, что кейс с хабаром не вернул. Теперь-то я должок перед заказчиком закрою. Я ведь и живой столько лет только потому, что слово всегда держу. А то в зоне кинул заказчика раз в другой, и все. Как неинтересно вас обоих тут слушать. Тот хочет принять, а я не хочу вступать, зачем мне надо. А ты, хоррэ вообще трепаться, Сидович. А искал усилители ламповые, еще какую-то электронную фигню. Я в этом не особо, извини. Короче, ничего ты мне интересного не рассказал. Я его направил к диггерам на свалку. Понятно, короче, ты меня переправил просто туда. Недавно откопали кладбище техники, которые еще после аварии на ЧАЭС бросили. Потому деталей старых хоть одним местом ешь. В общем, выглядывай, Клыка, там. Захочешь купить чего или продать, заходи. Всегда рады буду видеть. А я не буду рад тебя видеть, реально. Астачертела твоя рожа тупорылая. Будет еще что-то нужно, заходи. За то, что помог уладить дело с военными. Скидка. Я прослезился вообще. У меня там слеза, я не знаю, вообще размером с океан, наверное. Ты мне скидку сделал. Одним из первых зону прошел. Да, как мне интересно знать про твою историю. Ух ты, вот это у тебя арсенал пополнился очень существенно. Это удружил я тебе по ходу дела очень сильно. Но я не собираюсь пользоваться арсеналом. А знаешь почему? Потому что у меня нету ничего уже. Чем я могу воспользоваться? За 360 рублей, наверное, я, пожалуй, даже пинт себе не смогу. Теперь купить у старого доброго друга сталкера, который встретится по пути. Если уж мне свои в чистом небе не давали пинт за просто так, то ваши тем более не дадут. Короче, злобная кого всем вам настроена, потому что кордон реально дыра. Хотя это и буфер, но это дыра самая натуральная. Это днище. Самое натуральное днище. Ладно, раз уж я за рак заговорил, упомяну, к чему это я все это привожу. Ну, чего знаешь? О, как меня твой голос раздражает, Сидорович. Кто ж тебе, кто был прототипом Сидоровича? Кстати, кстати, надо выяснить этот вопрос. Кто был прототипом Сидоровича? Мне вообще всегда интересно были вот такие вот особо... Ну, чего знаешь? Злые, противные, вредные герои в фильмах, в сериалах, в книгах. То есть, кто был их прототипами. Потому что часто появляется, что, например, проявляется, вернее, что в реальной жизни актеры, которые играют этих людей, на самом деле добрющие, милейшие люди. Такое вот странное противоречие. Надо будет как-то этот вопрос исследовать, откуда такое противоречие берется. Что ж, по сути, нам можно и поспешить пройти по быстреньку эти старые локации, на которых мы уже бывали. Хотя, можно и нет, собственно говоря. Нас же никто не торопит. Веди-ка меня на базу нейтралов, наверное, дружок. Не хочу я пешком уже ходить. Давай я здесь. Что я хочу здесь от базы нейтралов? Я даже и сам не знаю, что там мне валерьян сейчас еще скажет. Может быть, как... Ух ты! Вот это вещь! Вот это я понимаю. Так бы вы меня встречали сразу. Проходи, тебя главный хочет видеть. Друзья, дружелюбнее надо вообще быть. Я помню, по-моему, что я первый раз, когда проходил, я вас здесь всех выстрелял. Просто-напросто пришел и расстрелял. Причем, по-моему, с самого начала. Что-то у меня настроение не завладилось, в общем-то, и я всех перестрелял. Не, я, по-моему, все там... А, я с Овечкой согласился, я, но... Короче, что-то там получилось по-другому. Я вот не помню, но вышло так, что в итоге я, короче, эту базу все перебил. Может быть, с модами, а с каким-то путаю. Возможно, и так. Не знаю. Может быть, вообще с Народной Солянкой путаю, кстати. Потому что в Народной Солянке карты кордона и в той версии, в которой я играл, кордона... Кордона вообще, самого. Потому что я там начал кордоны болота проходить. Дальше я продвинулся там еще на несколько локаций дополнительных, которые здесь вообще нету в оригинальных частях. Всех трех... Вернее, в... В темном... В каком-то темном... В тенях Чернобыля и в чистом небе в Зове Припяти вообще не было этих карт. Эти карты и здесь. И из-за глюков я просто-напросто оставил эту Солянку. Кстати, туннель. Я что-то забросил. Туннель. Чего я там интересного могу найти? Мне вот интересно. Давайте уж обследуем здесь все. Солнышко такое классное. Вообще. Такое же, как сейчас на улице, кстати, светит. Практически такая же погода. Вон, только снежок еще на улице лежит. А здесь у нас осень. Ай-яй-яй. Не позволяешь мне забраться? Нет, позволил. Нормально. Интересно, найдем что-то здесь или нет? Нашли, нашли. Есть польза. Бинты. Это то, что нам, несомненно, пригодится. Здесь ничего нету. Кстати, такой соблазн есть ударить и по этому бачку, но... Ого, и здесь что-то полезное. Аномалий нету, да? Ну, вы понимаете, я же не могу пройти мимо. О, красотища. Красотинушка. Супер. Нема аномалий свободно бежим. И бежим, и я забыл. Я забыл, что мне необходимо прогуляться вот туда. Забрать... Все ценное там у сталкерков, которые тусуются за деревней. Ну-ну-ну. Ну да. Так все же вот, я продолжу. Закончу, вернее, мысль свою по поводу рака. К чему это я клонил? К тому, что раковых заболеваний именно от радиоактивного загрязнения намного меньше, чем раковых заболеваний. Некоторые путают, что вот, Чернобыль, мол, раковые заболевания полезли. Собственно говоря, что там еще? Ну да, по сути, очень часто связывают рост заболеваемости раковой именно с Чернобылем. Нет, на самом деле, друзья, нет, потому что это именно все ДДТ. Можете почитать в интернете исследования по этим пестицидам, по удобрениям, которые производят наши доблестные постсоветские государства и до сих пор удобряют эту землю, и мы их едим. Кстати, период распада ДДТ. Вы представляете, что этот химический элемент, он постоянно перемещается, мигрирует. То есть, допустим, он попал в землю, дальше он попадает в какую-то кукурузу, картошку, потом в ваш организм, потом из организма он попадает дальше, куда-то там, в сточную канаву, там его ест рыба, он назад попадает в воду, водой удобряют, и, в общем, круговорот получается. Круговорот, ой-ой-ой, как тут опасно. Круговорот получается, вот эта вот гадость эта, и она не разлагается. Вы понимаете, что эта гадость, она разлагается миллионы лет. Некоторые гадости разлагаются быстрее, тысячи лет, но некоторые, миллионы лет элементы разлагаются, некоторые, радиоактивные, кстати, эти элементы тысячи лет. Но нас интересуют эти тысячи лет, потому что мы сейчас уже, они быстродействующие, мы сейчас подвергаемся их воздействию, из-за этого рост раковых заболеваний. Та некачественная продукция, которая у нас производится, к нам допускается из других стран, например, из того же Китая, которому там абсолютно пофиг, из чего производить детские игрушки, в которых находят такие тяжелые элементы, что даже трудно их представить. Те же машины, кстати, нет никакой культуры, вы по сути посмотрите, возле домов устраивают стоянки машин, потом вот этой всей гадостью на детских площадках, которые непосредственно возле домов опять же находятся, дышат дети, вдыхают, едят ее с тем же песком, с теми же фруктами, которые может быть растут на окружающих деревьях, дороги, возле дорог собирают какие-то урожаи, потом ростят еще что-то. В общем-то, такой кружеворот, мы просто-напросто сами себя губим. И потом пытаемся спихнуть это все на радиацию. На самом деле нет, причина кроется гораздо в более большей проблеме, то есть, если закроются атомные станции, электростанции это ничего не решит, потому что удобрения, машины, это основной источник проблем со здоровьем городского, любого городского жителя. Вот на них и стоит пенять. А радиация сама по себе, она опасна только если ты попал непосредственно в зону влияния этой радиации и облучился очень сильно. Ты можешь заработать либо первую лучевую болезнь, которую убьет, ну либо быстро, либо не очень быстро, но там есть и лучевая болезнь, если уже начинают клетки крови разлагаться, тогда уже мало что помогает. И безусловно, человек умирает достаточно быстро. Либо ты можешь получить такую большую дозу, опять же, непосредственно в близости от источника излучения, что возникает увеличение вероятности заболевания раком очень сильное, в 5 и более раз. Либо ты можешь получить дозу, которая в пределах допустимого, и тебе ничего не будет. То есть, вреда от этого никакого не будет. Потому что, согласно исследованиям, опять же, ага, у нас есть еще один переход на свалку, которым можно воспользоваться дополнительно. Но мы все-таки пойдем по каноническому, а потом, может быть, переместимся по-другому. Посмотрим. Собственно говоря, посмотрим. Главное нам сейчас добраться. Мы как не хотели перемещаться, можно было в деревеньку забежать к тому пареньку и переместиться сразу же на базу за 100 рубликов. Но я, во-первых, не помню, есть ли у меня те 100 рубликов. Хотя, наверное, есть. Мне ждали какие-то награды, а может и нет уже. И второе. Мы уже практически добежали до того места. Сейчас за мост и потом на свалку по прямой дороге. Чуть-чуть отдышимся. И проблема в том, что у нас, например, в городе есть такое предприятие, как Азот называется, производит удобрения, пестициды. И потом это все наглядно попадает. Там есть выбросы, которые считаются вроде бы безопасными. Интересный лозунг есть у этого предприятия, который написан на въезде в город. Что Азот – это жизнь. Да, буквально такой лозунг. Смеяться тут или плакать, я не знаю. Но, безусловно, это как минимум оскорбление для каждого жителя города. Безусловно, это предприятие дает определенную часть бюджета города. Но, честно говоря, здоровье тех же самых детей и вообще любого человека намного важнее, чем любые прибыли. Не говоря уже о том, что эти прибыли не доходят до непосредственно городского бюджета и в большей степени тратятся на то же самое обслуживание самого этого предприятия и его инфраструктуры. И, в общем-то, какой такой неутешительный вывод. Опять же, выбросы от этого предприятия очень сильно чувствуются. Даже бывают случаи, что по 10-20 детей падают в обморок на линейках с утра, когда выбрасывают. 1 сентября бывают линейки и часто постоянно пишутся в газетах, что вот падают дети в обморок, мол, на линейках. Некоторые связывают это с переутомлением, еще чем-то. Но в эти сказки поверят только самый глупый человек, потому что, понятное дело, что дети десятками не валятся в обморок просто так, от того, что мама не покормила с утра или все мамы сговорились и не покормили их с утра. Были бы мы, конечно, в какой-то западной стране, это бы уже обошлось какими-то миллиардными исками. Предприятие очень дорого заплатило за свою гадость, которую она бесконечно... Которой травила город. Пошли бы они со своим бюджетом и со своими ВВП вместе с этими предприятиями. Но, тем не менее, ситуация такая, как есть. Говорят, ты сталкеров вокруг себя собираешь. Че там вообще за переговоры? Мы только в военном отбор дать, а то они совсем расповязали. Дошло до того, что наши бандитам сдают, причем в наглую. Ну так и меня тогда запишите. У меня с ними и давние счеты. Значит, завтра я смогу быть у вас. Да плюс со мной еще трое ребят. Добавляются ребята к Валерьяну. Отлично, спасибо. Будем ждать. Ну ничего, пускай разрастаются. Я немножечко помог им передислоцироваться. Еще осталось пост только вынести. Правда, если я вынесу пост, могут последовать определенные санкции. И я сейчас как бы не в форме, чтобы это сделать. Собственно говоря... Эй, гоблин, что ты у вас сошел? Да блин, заколебали уже со своими переговорами. Не люблю я говорить под прицелом, но вы. Ну, что расскажешь? Все равно не вылазят. Боятся. Держи меня в курсе, если что. Короче, понял, что мне на кордон еще возвращаться. Тут какие-то мутки будут, заварушки. И в общем-то в них придется участвовать. Короче, химия хуже, чем радиация в любом случае. Потому что убивает быстрее, извращеннее и гораздо болезненнее. Вот какой вывод и итог. Поэтому атомная энергетика это будущее человечества в любом случае. Риски тут колоссальные. Но, тем не менее, это есть единственный вид энергии, который в данный момент не настолько уничтожает окружающую среду, не настолько вредит нашим жизням. И приносит гораздо больше профита, чем тот же самый нефть и газ. В том смысле, что для прогресса человечество приносит больше профита. Потому что ископаемые, они тормозят наше развитие по всем фронтам. Но об этом давайте потом поговорим. Мы уже тут подошли к заключительному этапу. Здесь сталкеры держат блокпост. Я бы сказал, что это неплохо. Но на свалке наверняка бандиты чувствуют себя намного лучше, чем в этих местах. Закинчив выем и клапан. Какое двойное изречение. Закончил вынь клапан. Пошлят разработчики игры, однако. Подпашливают. Все, переходим на другую локацию. И на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok